Девушки отдыхают Пар в кино может был и легким, а вот пробы в картину вышли тяжелыми Кого только Рязанов не пробовал на главных героев Особенно он измучился в поисках героини Нади Шевелевой Ну ладно, берегитесь Сегодня мы привыкли видеть в этой роли Барбару Брыльску, которая идеально вписалась в новогоднюю историю Вы считаете меня легкомысленной? Поживем увидим А ведь Надю Шевелеву могла сыграть Светлана Немоляева Эльдар Рязанов очень хотел снимать именно ее и провел с ней целых 8 проб То делал ее брюнеткой То давал в руки гитару То снимал в паре с уже утвержденным Мехковым Я потерпела полнейшая фиаско, я провалилась во всех своих пробах И думаю, что косвенно мне немножко, чуть-чуть, конечно, меня подкосил Андрей Мехков Потому что он был безукоризненный, он был роскошный Я боялась всего и чувствовала внутренне, что я никому не интересна Светлана Немоляева вспоминает После восьмой провальной пробы Рязанов вздохнул и сказал только одну фразу Можно сыграть хуже, но трудно Если это правда, что Рязанов сказал, то это лучший индикатор предельно открытых, искренних и честных отношений между режиссером и актрисой У них действительно всю жизнь были теплые отношения Что, правда, не мешало Рязанову отказывать Немоляевой Он пробовал ее еще и на роль Шурочки в свой фильм «Гусарская баллада» Но вновь взял другую актрису Благодарю, мадемуазель! Светлана уже свыклась с мыслью о том, что ей не дано блеснуть в фильмах Рязанова Как он пригласил ее вновь? Он у тебя замечательный Замечательный я Служебный роман Мне прислали сценарий И когда я его прочла, я ему сказала Ну что вы со мной не связывайтесь Я опять провалюсь резко Он говорит, ничего подобного, я никого пробовать не буду Я беру без пробы Эту роль Немоляева сыграла на все сто А потом закрепила свой успех в другой картине Рязанова «Гараж» Именно эти роли актрисы стали самыми любимыми у зрителей Так что иногда актеру нужно уметь ждать И вновь ирония судьбы или с легким паром Мало кто знает, что Ипполита в этом фильме мог сыграть Андрей Миронов Один из любимых актеров Рязанова Миронов, он бы сто процентов, Андрей, сыграл Сто процентов И он был бы прекрасным Ипполитом И его, возможно, было бы даже более жалко Но от роли Ипполита Миронов отказался Сказал, что этот персонаж все же больше отрицательный, чем положительный Андрей понимал, что все женские симпатии будут на стороне Жени Лукашина И попросил Рязанова попробовать его на эту роль Рязанов согласился Миронову надо было сыграть одну единственную сцену Вот эту Вы знаете, Надя, я никогда не пользовался успехом у женщин Если ты меня в этой пробе и на пробе убедишь И я поверю, что это возможно То я тебе даю слово, ты будешь играть Лукашину Миронов очень старался изобразить трогательного недотепу Для которого женщина – неразрешимая загадка Я восхищаюсь вами, Надя Опять издеваетесь Ну это все было наносное Понимаете, потому что все равно за этим скрывался такой матерый любовник Вообще не знавший никогда отказания от каких женщин Вот этот любовный волк, грубо говоря, так выпирал Супротив желания и мнения самого Андрея Александровича Понимаете, я сказал, Андрюша, нет, я не могу взять тебя на эту роль В итоге Лукашина сыграл Андрей Мехков Который, кстати, был верным семьянином в жизни Восток, дело тонкое Товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни» должен был играть Георгий Юматов Это точно И он уже начал сниматься, но потом все испортил Известно, что актер был заядлым пьяницей Вот и на съемках картины он как-то напился И вдобавок умудрился подраться Они нам все напились И просто возникла тупая пьяная драка Никто не помнил из-за чего Ну потому что уже все были синие на тот момент Тем более уже и пришли бухие Значит, и Юматову просто набили морду Режиссер картины Владимир Мотыль не стал ждать, когда Юматов придет в форму И заменил его на Анатолия Кузнецова Везет мне на эти дела Юматов мне не отдашь Говорит, ты знаешь, о чем я больше жалею Что я не снялся у Мотыля в «Белом солнце пустыни» Говорит, мне так хотелось сниматься Я смотрю картину, я бы по-другому все сделал Жалко, что я сорвался Увы, это был далеко не последний срыв Юматова В 1994 году он насмерть застрелил у своего охотничьего ружья дворника С которым вместе выпивал Актеру грозил большой тюремный срок Но в итоге его выпустили по амнистии, как ветерана войны Юматов скончался через три года после тех событий Олег Даль В отличие от многих героев программы Пробы на роль бортинженера Скворцова в фильме «Экипаж» прошел успешно Хотя режиссера картины Александра Мету предупреждали Даль сложный человек, да и выпить не дурак Боже мой До какой степени мы искалечим цивилизацию Поэтому когда мне Мета сказал, что он договорился с Далем Я был крайне удивлен И через несколько дней состоялась наша первая с Олегом Ивановичем встреча Он зашел подписать договор И вот подписывая договор Уже, так сказать, было ясно, что никакого желания В итоге съемки начались И все до поры до времени было хорошо А потом Даль вдруг пришел к режиссеру и сообщил Я сниматься больше не могу Актер уже не мог контролировать свой алкоголизм Я ничего не хочу! Я только хочу, чтобы меня оставили в покое Иначе я прям уверен! Я драться буду! Когда увидели Даля, вот такого уже исхудавшего всего С трясущимися руками, вот с таким вот И настолько у него был несчастный вид Что поняли, что, наверное, ну да, действительно не может Потому что, ну, куда в таком состоянии В итоге Олега Даля заменили на Леонида Филатова И это стало его звездным часом Улыбайся, улыбайся Он сыграл Скворцова на 5 с плюсом Хотя в жизни, кстати, вовсе не был бабником Я не буду врать, я, конечно, влюблялся И не один раз, и очень серьезно Очень серьезно Но я никогда никому ничего не обещал Он не любил выпендрежа, который был в его герое Поэтому, но он оказался таким вот, мачо И теперь, после этой картины Многие его именно таким воспринимают Хотя он был достаточно сдержанным человеком, скажем так Жалел ли Олег Даль об упущенной роли? Наверняка, но он действительно был страшно зависим от спиртного Актер умер через 10 месяцев после премьеры экипажа Ему было всего 39 лет А вот Александр Абдулов потерял роль Д'Артаньяна Актера уже утвердили На него стали шить костюмы Но неожиданно Абдулову перешел дорогу Михаил Боярский Режиссера картины Георгия Юнг-Вальхелькевича Пригласили на передачу Кинопанорама И директор такой коварный человек Сказал, слушай, я тебе сейчас предложу актера на Д'Артаньяна Пускай это будет такая подстава Абдулова Ну, все-таки посмотри на него А когда тот вошел, такой, ух, стремительно эти волосы развивающиеся, усы Все, готовый Д'Артаньян Пришлось Абдулову давать отворот-поворот Д'Артаньяна сыграл Михаил Боярский Хороший ход Сильный Но мнения зрителей разделились Одни считают, что режиссер был неправ и нужно было брать Абдулова Для меня Александр Абдулов идеальный Д'Артаньян Да простит меня Михаил Боярский Но роскошнее Д'Артаньяна представить себе невозможно И то, что он пробовался на роль на эту И то, что на него уже шили костюмы Все это говорит о том, что режиссер Георгий Хелькевич тоже так же думал, как я И как может быть и все женщины нашей страны Другие же уверены, что Боярский стал идеальным мушкетером Вся моя жизнь без остатка принадлежит вам Вы знаете, история не терпит слагательных наклонений Я не могу снять Это был бы другой фильм И не знаю, был бы он лучше, хуже Но такие вещи из песни слов не выкинешь Поэтому Д'Артаньяна Боярского Из этой замечательной истории Я не могу представить себе Но это все эмоции А у режиссера было свое видение Немаловажным фактором, конечно, стало то, что Боярский поющий актер А три мушкетера снимались как мюзикл Пока-пока, покачивая перьями на шляпах Судьбе не расшипнем Мерси, Боку Ну и свои родные усы тоже прибавляли Боярскому плюсов Ведь Абдулову их приходилось наклеивать Д'Артаньян Гасконец А Гасконец – это южанин А южанин – это темперамент Это все-таки такая черная бровь Черный глаз Много страсти, много огня Мне все-таки кажется, что Абдулов скорее ближе к северу Он, безусловно, такой сказочный принц Из какого-то датского замка Роль Д'Артаньяна принесла славу Боярскому на всю жизнь До сих пор актер ассоциируется с бравым мушкетером А усы и шляпа давно стали его фирменным образом Что же касается Абдулова, то никакого непонимания не было и быть не могло Говорит Боярский В то время мне было абсолютно все равно И я недооценивал роль Д'Артаньяна Мне казалось, что был бы я, хорошо, нет Абдулов тоже бы сыграл не хуже Да еще были другие Поэтому, в общем, я не думал, что это так серьезно повлияет на дальнейшую судьбу романтических героев В течение долгих лет я каждый день чувствовал себя героем Семен Фарада был королем эпизода Алла Сурикова поначалу планировала на роль полицейского Максимена именно Семена Фараду Но потом ей показалось, что начальник полицейский не должен иметь примерно визуально один возраст С подчиненным полицейским И она заменила Семена Фараду на молодого, начинающего, стройного и худого Леонида Ермольника Ермольника в этот фильм сосватал Александр Абдулов Который исполнил в картине одну из главных ролей Они с Леонидом дружили Согласитесь, возрастной, небольшого роста Фарада Явно проигрывал бы физически Абдулову, когда у них была драка А с Ермольником они оказались на равных В сценарии не было этой роли практически Он там появлялся 2-3 раза Это мы с Сашкой Абдуловым уже придумали очень много сцен И эта роль выросла в такую, которая запомнилась зрителю Так что мы в каком-то смысле с Сеней всегда были конкурентами Вроде мы как характерные артисты На одни и те же роли Но все равно надо учитывать, что Сеня был постарше Если в социальном смысле нужен был возрастной артист То это Сеня Если какой-нибудь дурак помоложе, то это я Ходили слухи, что Фарада сильно обиделся, что не снялся в фильме Ищите женщину Причем обиделся и на Сурикову, и на Ермольника Но сын Фарады, Михаил Полицеймака, эти слухи опровергает Нет, слушай Дядя Леня огромный друг нашей семьи Актеры вообще как бы, ну, они ругаются только если что-то произошло экстраординарно Я думаю, что актер ругается, когда происходит какое-то предательство А Ермольник, он потрясающий друг папин был И сейчас мы с ним видимся, он не как родной человек, ты что, нет Позже, кстати, Алла Сурикова сняла Фараду в другом своем фильме Человек с бульвара Капуцинов И Ермольника тоже Так что никаких обид Остаются мне джентльмены Это была Комедия Фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате» сделал несомненной звездой 19-летнего Владимира Ивашова Да я в лепешку расшибусь Исполнитель, который сыграл эту роль, сыграл ее прекрасно Мне кажется, «Баллада о солдате» это фильм, который может быть, ну, не знаю, в аналах Любая страна гордилась бы таким фильмом А ведь на месте Ивашова мог быть Олег Стриженов Более того, он уже начал сниматься в этой картине Актеру на тот момент было 30 лет Григорий Чухрая, он уже работал со Стриженовым очень успешно На предыдущей своей картине «41-е» Фильм тогда прогремел, имел колоссальный успех Стриженов был мега популярен Вся женская аудитория сходила фактически по нему с ума Поэтому, ну, как-то вот приступая к съемке «Балладе о солдате» Сразу у Чухрая возникла его кандидатура А потом, как это часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло Чухрай попал в больницу, съемки приостановились В клинике режиссер много думал о своем будущем фильме И в какой-то момент понял, не может быть его герой взрослым Он должен быть мальчишкой Сколько тебе лет? 19 Выйдя из больницы, Чухрай заменил актера Ну, судите о том, сожалел ли Стриженов об этой роли Думаю, что, наверное, сожалел, но в то же время он понимал Вот уже посмотрев готовый фильм с другими актерами Что лучше он бы точно не сыграл Вот не было бы того, той естественности, вот этого обаяния молодости Непосредственности, какие были в Ивашове Вот и все, что мы хотели рассказать о нашем друге Алеше Скворцове Фильм «Зимняя вишня» для нас Это, конечно, в первую очередь Елена Сафонова и Виталий Соломин Ну почему? Ну потому Что потому? А что, черт возьми, почему? А ведь пара главных героев могла быть совсем другой Режиссер Игорь Масленников поначалу хотел снимать в ролях Ольги и Вадима Наталью Андрейченко И Сергея Шакурова На пробах они очень здорово смотрелись друг с другом Пробы делались для чего? Для того, чтобы не понять, что актер вменяемый или невменяемый Даже если он известный А для того, что сможет ли он взять этот материал, который ему предлагает режиссер Раньше к этому подходили гораздо серьезнее Шакуров успел даже сняться в паре сцен Но потом режиссеру пришлось заменить Наталью Андрейченко Она закрутила роман с американским режиссером Максимилианом Шеллом И ей стало не до кино Она в конце концов не смогла приехать на съемки Хотя мы ее ждали Все уже у нас было готово В итоге Игорь Масленников утвердил на главную роль Елену Сафонову Но попробовав с ней Шакурова, режиссер понял Ну не смотрятся они вместе Шакуров, надо сказать, это тоже увидел и согласился уйти из картины Просто тонкий, тонкий, хороший актер Он понял, у него было Это была интересная пара, если бы это была Андрейченко А когда он встретился с Леной Он... там бы вообще была совсем другая история, понимаете? Тогда я позвал палочку-выручалочку Виталия Соломина, в котором я уже работал на холмсе Впрочем, Шакуров в кино все же остался Хотя частично Вот в этой сцене ноги в кадре именно его Это фотопроба Аллы Ларионовой для фильма «Девчата» Она проходила кастинг на роль Анфисы Муж Ларионовой, Николай Рыбников Играл в этой картине главную мужскую роль И очень хотел, чтобы его жена стала одной из девчат А может, ты женишься? Может, я женюсь Актер часто просил режиссера взять его Аллу в фильмы, где он играл сам Рыбников любил ее какой-то неземной любовью Я видела эти необыкновенные отношения Ну, много говорили о такой знаменитой, красивой паре, которая всегда на виду Что Алла позволяла себя любить А любил только Коля Однако режиссер картины Юрий Челюкин Бларионову забраковал И взял на роль Анфисы Светлану Дружинину А я тут при чем? Они спорили с них Спрос Вы знаете, артистам редко говорят, почему им отказали Поэтому надо просто спокойно к этому относиться И ждать свою роль Но Рыбников спокойно к провалу жены не отнесся Он всерьез обиделся на режиссера Ведь его Алла такая красавица, что, собственно, и требуется для сюжета Почему же ее не взяли? Но красоты для этой роли оказалось мало В Дружининой была такая, знаете, внутренняя какая-то особая энергетика То есть она была вроде и положительная А в другой стороны в ней была заложена какая-то, знаете, отрицательная женская натура К чего не было в Ларионове Фильм «Девчата» стал самой кассовой картиной 1962 года А все актрисы, снявшиеся там, проснулись знаменитыми Очень я тебя завидую Карьера же Аллы Ларионовой со временем закатилась окончательно Впрочем, как и Рыбникова В 80-х и 90-х они почти не снимались Перебивались как могли Унизительные концерты Вот работали концерты Им не платили деньги Им за еду Там, например, в какой-нибудь колхоз Мы вам там мешок картошки, мешок моркови Рыбникова и Ларионовой уже давно нет в живых А вот Светлана Дружинина продолжает активно участвовать в кино Она стала режиссером и сейчас снимает новые фильмы про приключения Гардемаринов В свои 86 лет Светлана Сергеевна просто отлично выглядит Откуда только она черпает энергию? Есть такой анекдот Шел-шел-шел по улице длинный-длинный Старик с длиннющей бородой седой Аж она шла там где-то там Волочилась по земле К нему подошел мальчик И спросил, дедушка, а когда ты спишь? Куда клонишь бороду? Под одеяло или сверху? Дедушка задумался И каждый вечер думал, где же положить его бороду? Потерял сон, бессонница И очень скоро помер Поэтому я просто живу Просто мне все это очень нравится Я люблю свою жизнь Того и вам желаю Мало кто знает, что Мел Гибсон мог бы стать Джеймсом Бондом Его кандидатуру рассматривали в конце 80-х Когда из Бондиана ушел Роджер Мур Но Гибсон провалил кастинг Вы знаете почему? Потому что оказывается Несчастный Мел Гибсон не удался ростикам А рост это такая штука в теле человека Что ее невозможно изменить по требованию режиссера Действительно, Джеймс и Бонды всегда были высокими Шон Коннери Шон Коннери 189 сантиметров Роджер Мур 185 Тимоти Далтон 188 Пирс Броснан 186 А тут Мел Гибсон со своими 177 сантиметрами Так что иногда размер очень даже имеет значение А ведь Джеймсу Бонду приходится встречаться с огромным количеством сильных мужчин на протяжении роли Красивых женщин на каблуках Это значит как минимум должен быть очень высок Правда последний Джеймс Бонд разрушил все стереотипы Бондианы Дэниел Крейг не британец Не брюнет Да и рост у него всего 178 сантиметров Почти как у Мелла Гибсона Впрочем, может все же дело было не в росте Гибсона Просто после съемок в безумном Максе и смертельном оружии он был уж очень узнаваем Крейг хорош своей харизмой Своей Он моложе, по-моему И спортивным фодом И, конечно, таким немножечко сладким взглядом, который любят женщины А Гибсон, ты на него смотри с разных сторон, он Гибсон Понимаешь? Ну какой Джеймс Бонд, товарищи? Ну вы что? А сейчас, говорят, на роль нового Джеймса Бонда рассматривают чернокожего актера Вот Ян Флеминг удивился бы 10 самых. Новые рейтинги в наших новых программах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова